Всем привет, привет! С вами Василиса. И сегодня, как я и обещала, сделаю видео по поводу скорой помощи в Америке. Это наш опыт, которым я хотела бы с вами поделиться. Итак, начнём. Попали мы в скорую, абсолютно случайно, наш ребёнок достал витамины и выпил целую баночку витаминов. Естественно, мы очень сильно перепугались, и я начала паниковать, начала замечать какие-то у него непонятные симптомы, что он ослаб, что он там ещё что-то. Ну, в общем, начала надумывать себе и придумывать. Как вы знаете, что когда витамины ты можешь перепить, или там, ну, короче, избыток у вас будет витаминов в организме, то это может очень печально закончиться, потому что там у этих витаминов может содержаться, по-моему, железо, которое очень вредно в больших количествах употреблять сразу в организм. И мы полетели в скорую помощь. Скорая помощь находилась где-то в 30 минутах езды от Майами-Бич. Ну, мы на тот период там жили. Приехав в больницу, мы абсолютно немножко подождали, не знаю, минут 5, наверное, и нас приняли на ресепшне. Ресепшн нам, девушки на ресепшне, нам задали некоторые вопросы, такие как, что произошло, покажите свой паспорт. Кстати, маленький нюанс. Многие люди скрывают это или недоговаривают чаще всего. Но мы встретили в Америке людей, которые это говорят вот так при тет-а-тет, при разговоре тет-а-тет. Говорят о том, что когда они попадают в скорую больницу, в скорую помощь, они не показывают свой паспорт, говорят, что они забыли. Они дают свой адрес неправильный, дают фамилию неправильную. И потом, когда приходит счёт уже, он приходит ним, и их невозможно найти. Люди так обманывают, но мы, честно говоря, мы честные люди, и мы показали свои паспорта и свой адрес, на который нам потом прислали с счета. В общем, на ресепшне ничего особенного. Далее паспорт нужен был, можно без паспорта, я вам уже это сказала. Мама, естественно, ну я либо там папа, либо представитель ребёнка спросили. Да в принципе ничего особенного не спрашивали. Потом нас позвали в скорую помощь уже непосредственно внутрь. Что мне очень сильно понравилось, это то, что все очень дружелюбные, работают одни мексиканцы. Да, просто белого человека, белокожего человека невозможно встретить. Одни мексиканцы, они очень дружелюбные, относились к нам очень хорошо. И сразу, что хотела бы вам сказать, сразу, что бросается в глаза. Такой был огромный длинный коридор, и справа и слева много-много-много отдельных палат, который находится за стеклом, за прозрачным. И там сидят ребёнок с родителем, ребёнок с родителем. Приходят медсёстры, вся комната полностью оборудована компьютерами, вся датчиками, всевозможными. Вообще всё, что нужно, может понадобиться в скорой помощи ребёнку. Мне очень понравился и удивил сначала тот факт, что все врачи ходили не в медицинской одежде. Нет, в моём понятии врач должен ходить как настоящий врач в специальной одежде, в общем, такой серьёзный. Нет, в Америке все детские врачи, насколько я поняла, и я спрашивала там, они ходят в майках медсёстры Микки Маусы, ещё какие-то смешные такие, абсолютно нерабочая одежда, но это является их нерабочей одеждой. Врач, по-моему, приходил в какой-то одежде а-ля докторская, ну, тоже какая-то такая весёленькая, в общем, незатейливая. Это делается для того, чтобы ребёнок не боялся врачей, когда он видит, чтобы у него не было страха к врачам. Далее нас уместили в отдельную комнату, и был уже обед, и нам принесли такой поднос, на котором лежала картошка фри, наггетсы, сок, по-моему, разукрашка ребёнку сразу принесли, и чтобы ему было интересно как-то там разукрашивать. В общем, в принципе, даже в ресторанах в Америке выдаётся, во всех кафешках и ресторанах ребёнку такие разукрашки и восковые карандашки. То есть в этом ничего удивительного такого не было. То есть такой некий сервис. Все относились к ребёнку очень хорошо, очень положительно. Что мне не понравилось? Не понравилось мне то, что мы пробыли там 2 часа всего лишь. Врач нам ребёнку поставил датчик на пальчик давления, посмотрел горлышко, посмотрел ушки, и в принципе ничего такого особенного не делал. И сердцебиение постоянно записывалось ребёнка. То есть в принципе никаких анализов, ни крови, ничего, ничего, ничего мы не сдавали. Ну, медсестра сначала, естественно, приняла, сделала какие-то там записи. Потом пришёл врач, который вот эти все процедуры проделал, ушко, горлышко. Ну, в общем, ничего такого сверхъестественного. Потом это оказалось очень сверхъестественным на цене. Что нас безумно не порадовало. Это огромный негативный момент в скорой помощи в Америке. 2 часа мы там провели, ничего не делали. Они абсолютно сидели с ребёнком, наблюдали его. Они смотрели за ним, приходили, задавали какие-то вопросы. То есть, ну, так как-то ни о чём. И я залезла в интернет, посмотрела название наших витаминов, сказала им, и всё. Они посмотрели содержание, что там нет, по-моему, железа вот этого. И сказали, всё, вы свободны, ничего страшного не случится с вашим ребёнком. Ну, в общем, отлично, мы вышли на позитиве. И всё вроде как хорошо, замечательно. Где-то через 2 недели нам пришёл счёт. Ребята, это самое негативное, что только могло произойти. Первый счёт пришёл от врача. Счёт, ну, Билл, да, такой, как бы врач такой-то, такой-то. Причём он в Майами не находится. У него где-то официальный офис находится где-то под Нью-Йорком, по-моему. Ну, в общем, не важно, особенно это не важно. То есть мы должны были туда заплатить. И счёт от врача на 387 долларов. Да, за то, что он посмотрел ушки, горлышко и в принципе всё. Особенно ничего. А, и сердцебиение, послушай, как ребёнок дышит. Всё, 387 долларов. И, конечно же, заплатили за пришёл счёт от больницы. Он был меньше, он был 300, там, что-то 12 долларов, что-то такое. То есть, в общем, около 700 долларов нам этот визит обошёлся в итоге. Это, конечно, было удивительно для нас. Ещё хотела бы сказать такой момент, что у нас есть страховка на ребёнка. Она чешская, так как мы живём в Чехии. И это страховка путешественника, маленькая пластиковая карточка. Но по ней мы должны платить в той стране, где мы находимся. Потом мы возвращаемся, и нам здесь уже платят. Рассматривают этот страховой случай и уже выплачивают деньги. Но мы должны заплатить. Когда я пошла платить, я всё это тоже делаю очень просто. Я пошла в больницу, показала эти счета. В общем, и там всё платила, и никаких вопросов не было. Но момент очень важный, что вы можете торговаться. С каждой больницей, которая вам предоставляет услуги, а больницы у них как некое учреждение, которое предоставляет вам услуги. Такие как палата, медикаменты, компьютеры, датчики, вот эти все. Всё, что вам нужно и чем будет пользоваться ваш врач. И вы с этой больницей вправе, как на рынке, торговаться. Я вам могу заплатить столько-то, или я могу вам платить частями, или я сейчас заплачу вам 50 долларов, потом ещё 50 долларов, или дать мне скидку. То есть какие-то вот такие моменты, они для вас с удовольствием пойдут на уступки для вас. То есть вы этого не бойтесь. Также не бойтесь задавать вопросы какие-то там по уменьшению цены. Тоже не бойтесь. Единственное, что вот с врачом было достаточно тяжеловато договориться, потому что его офис непосредственно был достаточно далеко. Это надо было писать, звонить. Ну, в общем, это целая такая некая эпопея. Но это тоже всё решаемо. Поэтому, конечно же, в чужой стране, когда вы едете в другую страну, надо иметь обязательно страховку. Но вот у нас так получилось, что на ней платится нам страховка, только в нашей стране уже платится. И то платится. Но не важно. Я бы вам посоветовала вообще не болеть в чужой стране. Потому что особенно в Америке это очень дорогое удовольствие. Ещё там всё сделано для человека. То есть вы себя чувствуете в достаточно комфортных условиях, поверьте мне. Мы были в скорой помощи, потом лежала я в больнице на родах. То есть ты чувствуешь себя комфортно, абсолютно не напрягающе. Все улыбаются. В больнице потом та женщина, о которой мы разговаривали по поводу счетов, оказываемые нам услуги, она тоже мне улыбалась. Тоже была мексиканка. И так всё достаточно легко произошло, если бы, конечно, не цена. Ещё, что меня безумно дико убило. То, что и меня возмутило это очень сильно. То, что американцы, уже типа американцы, которые уже долго живут, которые у себя в кармане считают каждый доллар, поверьте мне. И мои подписчики уже мне пишут об этом, что да, действительно, с кем я переписываюсь. Действительно, ты правда говоришь, что они считают каждый-каждый доллар у себя в кармане. Но в чужом кармане они никогда не считают деньги. И когда мы говорили, что вот у нас счет пришел на 700 долларов ни за ни за что, это дорого, нам сказали, вы что, это копейки? Да, так что не удивляйтесь. На форумах я ещё общалась и смотрела, то, что люди, которые живут уже там, эмигранты, они ничего себе, какие копейки, 700 долларов, подумаешь. У нас здесь считают, типа, вообще колоссальную сумму. А вам пришло всего лишь 700 долларов, чего вы, типа, возмущаетесь? Ребят, ну ни хрена себе, честно могу сказать. Как это так? За каждый доллар сами люди, живущие в Америке, они считают, собирают скидки, вот эти вот маленькие карточки в газетах вырезают, чтобы пойти потом покушать по скидке, хотя это всё безумно дорого. Дёшево. Везде считают свои доллары, и тут вдруг ни с того ни с сего чужая сумма, это дёшево. Поэтому, к чему я это говорю, к тому, что на форумах, когда люди пишут, не обращайте внимания на то, что, а это копейки, у нас здесь медицина вся, копейки, ну, типа того, что нормально, чего вы переезжаете здесь у нас и лечитесь и так далее. Ребят, это не копейки на самом деле, это большие суммы, за которые нужно торговаться. Не забывайте об этом. Вообще прячьте витамины и всевозможные лекарства детей как можно дальше. Мы прячем, но у всех случаются такие ситуации в жизни, поэтому вот так. Зато есть опыт, которым я могу с вами поделиться. С вами была Василиса. Ещё нас ждёт очень много интересных видео путешествий по Америке. Не забывайте. У меня очень много видео, говорят из видео в видео. Не забывайте смотреть про Европу. Ой, Европа очень интересная, и мы продолжаем ездить по Европе, продолжаем вас радовать этими видео. Не забывайте снимать, стараюсь снимать очень интересные для вас места, которые стоит посмотреть, и каждый ролик пытаюсь сделать либо весёлым, либо очень познавательным, ну и так далее, и так далее. Ребят, стараюсь для вас. С вами была Василиса. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok